Знаковое событие прошло накануне в Сочи. Главы сочинского водоканала и компании Mitsubishi Electric подписали договор о сотрудничестве. Специально для этого генеральный директор российского филиала японской компании прилетел в Сочи. На официальной церемонии присутствовала и наша съемочная группа. В начале визита прибывшая делегация из Москвы вместе с сотрудниками водоканала осмотрела территорию и техническое оснащение очистных сооружений в Адлере. Затем процессия направилась в конференц-зал для проведения официальной части мероприятия. Сотрудничество двух компаний – это обоюдное развитие. Сочинский водоканал – это площадка, которая предоставляет партнерам возможность внедрять свои инновационные разработки и технологии, тестировать их и улучшать. А предприятие, в свою очередь, повышает эффективность и модернизируется. Самое главное – это автоматизация. Автоматизировать все процессы, сделать управление предприятием с одного места. То есть создать современную диспетчерскую станцию, площадку, с которой мы могли бы управлять всем предприятием с одного места. Поэтому мы к этому стремимся. У нас возможности позволяют предприятию интегрировать эти решения. Ну и, как говорится, завтрашний день за цифровизацией. Компания «Митсубиси Электрик» является партнером и поставщиком оборудования автоматизации для многих водоканалов России и Белоруссии. С их помощью система обеспечивает водой население общей численностью более 30 миллионов. Как я уже говорил ранее, для нас самым важным является в первую очередь понимание потребностей нашего клиента. И когда мы уже можем понять эти потребности, мы можем предоставить наилучшее решение для этого клиента. Собственно говоря, это и является ключом к нашему успеху. Ну а ответ на вопрос, каковы ваши первые впечатления от Сочи, понятен и без перевода? Очень холодно. И хороший place to enjoy. It's not workable. После подписания документов стороны обменялись памятными подарками. Сувенир в виде цепи, которая нас связывает с партнерскими отношениями. В ходе встречи директор водоканала рассказал о планах по развитию и модернизации системы водоснабжения Сочи, поблагодарив Хироюки Онода за личное участие в проекте сотрудничества. А представители японской компании отметили стремление водоканала к постоянному развитию и улучшению. Андрей Ипатов, Дмитрий Петри. Время новостей.